Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня я впервые хочу поделиться с вами рецептом невероятно вкусных нежных ажурных блинчиков. У меня постоянно спрашивают рецепт, просят рассказать в чем же секрет их вкуса. Весь секрет этих блинчиков с заливки. Сегодня я впервые делюсь рецептом этой простой заливки, благодаря которой блины приобретают необыкновенный вкус и аромат. А также в процессе расскажу и покажу все нюансы и секреты приготовления тонких ажурных нежных блинчиков. Итак, в глубокую миску разбиваю два куриных яйца. Первое правило, все продукты должны быть одинаковой комнатной температуры, поэтому яйца заранее достаньте из холодильника. К яйцам добавляю 2 столовые ложки сахара, по желанию можно добавить еще пакетик ванилина. Добавляю пол чайной ложки соли, слегка взбиваю венчиком. Чтобы блинчики получились нежные и ажурные, не добавляйте много яиц. Большое количество яиц делает блинчики более плотными и резиновыми. На пол-литра молока я добавляю не больше двух яиц. Вливаю один стакан молока комнатной температуры. Молоко можно или заранее достать из холодильника, или подогреть до 30 градусов. Объем моего стакана 250 миллилитров. Теперь просеиваю в тесто муку. Чтобы не было комочков, я вначале добавляю один стакан муки. Перемешиваю. А затем добавляю еще один стакан муки. Муку в стакан насыпаю вровень без горки. Два стакана муки это примерно 310-320 граммов. Хорошо перемешиваю до однородности и растворения всех комочков. И только после этого добавляю второй стакан молока. И снова хорошо перемешиваю до однородности. Для замешивания теста ни в коем случае не используйте блендер или миксер. Они меняют текстуру теста, делая блины более эластичными и резиновыми, и без дырочек. Я рекомендую использовать венчик. Для вкусов в тесто добавляю 2 столовые ложки растопленного, но не горячего сливочного масла. Перемешиваю. И после этого тонкой струйкой, постоянно помешивая, вливаю полтора стакана крутого кипятка. Кипяток добавляют в тесто по двум причинам. Он немного заваривает муку и блинчики получаются тоненькими, нежными и в то же время не рвутся на сковородке. Из-за счет кипятка блинчики получаются ажурными, с теми самыми красивыми дырочками, которые всем нравятся. Хорошо перемешиваю и оставляю тесто постоять минут 20. Сразу не выпекайте, дайте клейковине немного разойтись. Непосредственно перед выпеканием добавляю в тесто 2 столовые ложки растительного масла без запаха. Перемешиваю и можно приступать к выпеканию блинчиков. Сковородку сразу ставлю на плиту и включаю сильный огонь. Тесто должно получиться вот такой консистенции. Разогретую сковородку смазываю небольшим количеством растительного масла и наливаю порцию теста. Диаметр моей сковородки 24 сантиметра. Блинчики жарю на высокой температуре с двух сторон до румяной корочки. После того, как снимаю один блин, ставлю пустую сковородку снова на плиту и даю ей несколько секунд максимально разогреться. Смазываю маслом и наливаю новую порцию теста. И таким образом выпекаю все блинчики. Тесто в процессе жарки периодически перемешиваю. Для того, чтобы блинчики получились ажурные с красивыми дырочками, перед каждым наливанием теста сковородку обязательно нужно хорошо разогреть и промаслить небольшим количеством растительного масла. В описании под видео укажу точные пропорции всех ингредиентов. По такому рецепту блинчики всегда получаются. Но если тесто вам покажется густоватым и вы захотите получить еще более тонкие блинчики, можете добавить в тесто еще примерно 50 миллилитров кипятка. Количеством кипятка я обычно довожу консистенцию теста до нужной. Чем больше кипятка, тем тоньше получаются блинчики и больше образуется дырочек. Таким образом я перепекла все блинчики. У меня получилось 22 штуки. А теперь покажу, как я делаю заливку для блинов. Кастрюлю или сотейник с толстым дном ставлю на плиту. Отправляю туда 60 граммов сливочного масла и растапливаю на среднем огне. Масло рекомендую брать хорошего качества, жирностью не ниже 82 процента. Как только масло растопилось, отправляю к нему 150 граммов жирной сметаны. Лучше подойдет жирностью 20-25 процентов, иначе она может свернуться хлопьями. И при постоянном помешивании провариваю массу на минимальном огне минут 5. Масса должна немного увариться при слабом кипении. На поверхности должны появиться вот такие небольшие бульки, но при этом не допускайте сильного кипения и постоянно перемешивайте, чтобы ничего не подгорело. Теперь добавляю 70 граммов сахара. И также при постоянном помешивании на минимальном огне провариваю еще 5 минут. Масса должна получиться однородной. Выключаю огонь и заливка готова. По мере остывания заливка начнет заметно густеть. Не дожидаясь, пока она остынет, перекладываю в миску и еще теплой промазываю блинчики. Вся фишка в том, что блинчики нужно промазать именно с лицевой стороны. То есть при сворачивании блина заливка должна остаться снаружи. Я пробовала промазывать их внутри, но вкус при этом уже меняется. Такого объема заливки как раз хватает на 22 блинчика. Хорошо промазываю, сворачиваю блинчик и укладываю сразу на тарелку. Такие блинчики лучше подавать к столу теплыми. Перед подачей их можно подогреть в микроволновке в течение одной минуты. Я очень рекомендую вам приготовить такие блинчики, уверена, они никого не оставят равнодушными. Если вам понравился рецепт, то не забудьте поставить лайк, подписаться на мой канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить следующие рецепты. Я всем желаю приятного аппетита и удачи на кухне! Субтитры сделал DimaTorzok